Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Актиз, в студии Мария Бачина и коротко о главных темах. Укрепление дружбы, переговоры с партнерами и многомиллиардные проекты. В Китае проходят Дни Иркутской области. Крепкий семейный союз, сплоченность и гармония в отношениях. Обо всем этом в новом проекте телекомпании Актиз «Секрет семейного счастья». Хоккей в любое время года. На льду Дворца спорта Ермак начались учебно-тренировочные сборы под руководством именитых спортсменов. А теперь обо всем подробнее. В России прожиточный минимум в 2025 году составит более 17 тысяч рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, на прошлый и текущий год такой показатель определялся законом о федеральном бюджете. Теперь он будет исходить из медианного дохода. Речь идет о зарплате, которую получает среднестатистический работник в России. В 2024 году прожиточный минимум составляет 15 500 рублей в месяц. Укрепление дружбы, переговоры с партнерами и многомиллиардные проекты. В Китае проходят Дни Иркутской области. В их рамках в Пекинском выставочном центре состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала региона. Вместе с главой при Ангаре Игорем Кобзевым представительная делегация. Как проходит визит, расскажем далее. Выставочный зал Пекина. Здесь проходят Дни Иркутской области. В презентации экономического и инвестиционного потенциала при Ангаре участвуют представители бизнеса и правительства региона. Особенно символично, что именно в этом году отмечается 75-летие с момента установления российско-китайских отношений. Регион не стоит на месте. Он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей. Инвестиционные проекты на 50 миллиардов рублей и внешнеторговые контракты. В рамках деловой встречи Иркутская область и Китай подписали 11 документов о развитии партнерства. Они охватывают все сферы сотрудничества. Основные направления – промышленность и сельское хозяйство. Например, договоренности о поставках в Поднебесную продуктов питания и ввозе в при Ангаре китайского оборудования для производства целлюлозы. И это еще не все. Сегодня нам нужны инвестиции, сегодня нам нужны станки, оборудование, технологии со стороны китайских партнеров. Потому что нам нужно создавать новые предприятия, нам нужно делать более глубокий передел продукции на территории Иркутской области. Чтобы это были наши рабочие места, чтобы это были наши налоги, на которые мы сможем улучшать жизнь жителей Иркутской области. Также обсудили возможность создания в Иркутской области транспортно-логистического комплекса для обеспечения международных грузоперевозок. Традиционно образованию особое внимание. Между несколькими учебными учреждениями двух территорий также подписаны соглашения. Они направлены на совместное проведение научных исследований, выставок, творческих проектов, обмен студентами. Разумеется, в списке центральных тем и туризм. Наша основная цель – это познакомить наших предпринимателей, иркутян с клиентами Китайской Народной Республики. Найти новые контакты, найти новых партнеров, партнеров по каким-то внешнеэкономическим сделкам, найти инвесторов. Сейчас для этого самое-самое время. Очень большой интерес проявили наши предприниматели к этой поездке. Вчера состоялся первый раунд переговоров. И вы знаете, наши ожидания были привозены. Восемь прекрасных площадок тематических. Более двухсот компаний из Китая прислали своих представителей. Я думаю, что у этого визита будут очень хорошие результаты. После переговоров гости из Приангарья познакомились с экспозицией галереи искус «Дзиньтай». Ее директор – известный китайский скульптор и меценат господин Юан Сикунь. Как отмечают в прислужбе правительства Иркутской области, ближайшие дни делегация проведет в Шиньяне провинции Лианинь, где также пройдет презентация экономического и инвестиционного потенциала нашего региона. Андрей Иванов, Оксана Крикунова. Местное время. В лесах Иркутской области из-за сутки потушили пожары на площади более 130 гектаров. 17 июня обнаружили и в этот же день потушили возгорания в Усть-Дзинском районе. Также ликвидировали 9 ранее зарегистрированных пожаров в Усть-Кутском, Бодайбинском, Киринском, Нижнеудинском и Черемховском районах. В тушении участвовали почти 300 человек и около 70 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки ведут два легкомоторных самолета И-5АН-2. Инициативная группа жителей Устилимска, выступающая за возврат трамвайного движения в городе, записала видеообращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором обвинила местные следственные органы в бездействии и пожаловалась на деградацию города из-за наводнивших его автобусов и маршруток, сообщает портал Ир-Сити. Наши трамваи уже не ходят полтора года, а областное следственное управление СКР присылает нам только отписки, где пишут, что они ничего не могут сделать. Виновные лица до сих пор не привлечены к удалону ответственности. А наша трамвайная линия и саммиты трамвая разграбляются каждый день. Трамвайную линию в Устилимске закрыли в декабре 2022 года. После этого жители неоднократно обращались к председателю Следственного комитета, а также к другим чиновникам. В Тулоне полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков. Накануне оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков и бойцы СОБР Росгвардии пресекли незаконную деятельность двух местных жителей. При проведении контрольной закупки у подозреваемых приобрели героин. Известно, что ранее оба привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Убийство из ревности. В Улан-Удэ мужчина расправился с 17-летним подростком. По данным следствия, он принял молодого человека за любовника своей знакомой и погнался за ним. Погоня проходила вдоль дороги. Мальчик пытался привлечь внимание водителей, но никто не остановился. Преследователь настиг потерпевшего, применил электрошокер и несколько раз ударил ножом. От полученных ранений юноша скончался. Возбуждено уголовное дело. Продолжаем. Инспекторы заповедного Прибайкалья вынуждены проводить вооруженное патрулирование. Сотрудники национального парка выходят в приеды по официальным маршрутам Кругобайкальской железной дороги. Они настоятельно не рекомендуют туристам ночевать в палатках и перемещаться в одиночку. Причина такой настороженности – частые встречи с медведями. Хищники попадаются туристам на Байкале. Напомню, в минувшие выходные в населенных пунктах Приангарья замечены пять медведей. Ангарск присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». Ежегодное мероприятие проходит 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби. В этом году всех желающих приглашают прийти к памятнику воинам-победителям-первостроителям Ангарска в 21.00. Организаторы акции – Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке администрации Ангарского округа. Как построить крепкий семейный союз, обеспечить сплоченность и гармонию в отношениях? Ответы на эти вопросы знают участники нового проекта телекомпании «Актис» «Секрет семейного счастья». Среди конкурсантов – как супружеские пары, так и те, кто только планирует связать себя узами брака. О своем рецепте взаимопонимания расскажет Чита Головковых. Семейная любовь – самая важная и самая благотворная из всех добрых чувств человека. Тема семьи «Красной нити» пролегла через творчество многих русских писателей. И все они были едины в одном. Это главное в жизни человека. С этим согласны и Чита Головковых из Ангарска. Валерия и Алина, мы очень рады, что вы стали участниками нашего телепроекта. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились? Как началась ваша история любви? Мы познакомились два года назад. Даже три года назад я гулял в парке. Мы, получается, как-то встретились. Ну и, как сказать, любовь с первого взгляда. Познакомились, обменялись номерами. Потом опять гуляли. И потом начали встречаться. И потом поженились недавно. 8 июня у нас была свадьба. Ну, как бы, торжественно, все, с семьей, как бы. Я такого человека в первой жизни своего встретилась. Ну, то есть, это мое все. Помимо того, что вас объединяет любовь друг к другу, вас объединяет любовь еще и к совместным прогулкам. Вот в Ангарске какие любите места посещать? Набережная, аллея любви. Ну, все вроде. Ну, и на фестивале можем прогуляться. Вы вместе три года уже. Вот в чем секрет совместной счастливой жизни? Я думаю, доверие, взаимопонимание. У друг друга, чтобы не было никогда разногласий. Ну, чтобы понимали всегда друг друга, чтобы характерами сошлись, как будто это тоже хорошо. Никогда не ругаемся. Это самое главное. Потому что ругань, это, ну, ни к чему хорошему не приведет. А какой совет можете дать молодым семьям? Кто только хочет вступить в брак? Не ругаться никогда. Всегда друг друга слушать, понимать, уважать, прислушиваться друг к другу, чтобы прям хорошо все было. Не выводить там мужа или парня из себя специально, чтобы он... Ты, наоборот, должна его поддерживать. А по вашему мнению, у мужчины какая роль в семье? Я думаю, чтобы не поднимал руку на девушку. Но если там что-нибудь с девушкой, не знаю, там случится, или что-нибудь там, не знаю, плохо ей станет, он должен будет поддержать ее как-то и сделать так, чтобы ей стало лучше. Поддержка, опора, защита. А у женщины какая роль в семье? Хранительница, да, ЧГ, чтобы, ну, понимала мужа, как... А какие планы на будущее? Вот, например, на 2024 год. И так символично, что по указу президента это год семьи. Мы вообще планируем ребенка. Ребенок – это счастье, как говорится. Валерия, Алина, спасибо большое вам за интервью, за то, что приняли участие в нашем телепроекте. Мы вам желаем семейного благополучия, мира и любви. Спасибо. Спасибо большое. В Китае в рамках презентации Иркутской области состоялись товарищеские игры, тренировки и мастер-классы. Спортсмены из Приангарья и Поднебесной представляли футбол, баскетбол, керлинг, каратэ и хоккей. На лед вышли воспитанники хоккейной школы «Ермак». 16 июня была проведена тренировка с китайскими партнерами, с китайскими ребятами. На льду тренировка была сделана с упором на катание. Дети для себя многое узнали, подчеркнули. Китайские коллеги, которые непосредственно находились со мной на льду, увидели, как можно и как нужно работать, на что делать акцент. К слову, поделились опытом и иркутские футболистки из спортивной школы «Байкал». В товарищеском матче иркутянки уступили соперницам из Китая, а после игры пригласили их сыграть ответный матч в столице Приангарья. Учебно-тренировочные сборы под руководством именитых спортсменов. На льду дворца спорта «Ермак» ежедневно с начала лета проходят тренировки более чем для 50 юных хоккеистов. Юноши постигают тонкости игры, прислушиваются к советам и совершенствуют свой стиль. Об участниках и наставниках хоккейных сборов в Ангарске расскажет Егор Сорокин. Эти юноши – участники хоккейных сборов в Ангарске. Более 50 спортсменов из Иркутской области, Республик Саха, Якутия, Бурятия и Забайкальского края в течение недели повышают свой уровень. Ребят, которых изначально поделили на две возрастных группы, тренируют известные спортсмены. Это обладатель Кубка Гагарина Владислав Калетник, рекордсмен Ермака по сыгранным матчам Николай Золотухин, экс-игрок московского «Спартака» Максим Булимов и серебряный призер высшей лиги Илья Берестенников. «Сейчас современный хоккей требует очень хорошее быстрое катание, поэтому именно на катание нужно уделять внимание, нужно делать акцент. Мы стараемся в короткие сроки, у нас сборы проходят неделю, это не так много, но при интенсивной, максимальной работе, при работе на льду, при работе у нас ведется видео съемки, мы смотрим, анализируем, какие-то моменты подсказываем детям». Один из участников тренировочного процесса – Роман Станкевич. Юноша занимается спортом уже семь лет. Подобные сборы он посещает не впервые. Ангарчанин признается, что тренировки под руководством таких людей приносят удовольствие вдвойне. Так же, как и многие ребята, Роман планирует связать свою жизнь с хоккеем. «На сборах я уже второй раз, мне очень нравится, тренера хорошие, все отлично. Я хочу попасть в КХЛ, а максимум в НХЛ». Новые упражнения и полезные советы. Программа сборов насыщена. Работа на льду и на земле, лекции нутрициолога и полезное питание. Наставники отмечают, что спортивный рост многих ребят невозможно не заметить. Кто-то прибавляет в физике, кто-то в скорости. Но каждый юноша получает драгоценный опыт, который поможет в их дальнейшей карьере. «Уже не первый год проводим детские сборы. Проводили, как и в нашей области, в Иркутске, в Тулуне, в Ангарске уже не первый год, уже третий год проводим. Конечно, в первую очередь хотелось делиться с ребятами опытом, передавать то, чему мы научились. У нас не было такой возможности. Мы тренировались в их возрасте на открытом катке. Сейчас отличные условия здесь в Ангарске, в Ермаке. Мы стараемся только передать опыт и научить чему-то, показать, чтобы привить любовь к хоккею». «Приятно вернуться в родные стены и помогать нашей детской школе, в Иркутской области детям. Того, наверное, чего нам в детстве не давали. И приятно видеть тех детей, которые уже приходили к нам на сборы. И видно прогресс, что мы в них вкладываем, то, что мы от них требуем». Стоит отметить, что все наставники в прошлом – воспитанники хоккейной школы Ермака. Многие из них – действующие спортсмены и тренеры. И, несмотря на плотный график, они находят время для родного города и подрастающего хоккейного поколения. Егор Сорокин, Антанас Бархатов. Местное время. В Приангарии продлили особый противопожарный режим до 8 июля. Ранее на севере региона он действовал до 24 июня, а на остальных территориях – до 17. Как пояснил председатель областного правительства Константин Зайцев, такое решение связано с прогнозом о высоких классах пожарной опасности. Лето 2024 года обещает быть более жарким и менее дождливым по сравнению с прошлогодним. Подробнее о погоде в регионе мы расскажем после выпуска местного времени в рубрике «Метеоновости». Такие новости к этому часу. Оставайтесь на Актисе. До свидания.